МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Андрей Анатольевич, я вас слушаю. Вся правда о вертикали власти в программе «Гонки по вертикали». Гонки по вертикали. Всем привет. В студии журналист, главный редактор интернет-портала Псковская лента новостей Александр Савенко. Это «Гонки по вертикали» – программа о самом интересном и важном в региональной общественно-политической жизни. И вот некоторые темы этого выпуска. Хорошие новости про коронавирус, где губернатор Михаил Ведерников отыскал повод для оптимизма. Андрей Турчак против педофилов. В России принят закон, инициированный сенатором от Псковской области, секретарем Генсовета Единой России. И 20 лет после победы лыжника Михаила Иванова на Олимпиаде в Америке. Где он сейчас и что с ним стало? Стартующие зимние игры в Пекине – как повод вспомнить единственного псковского олимпионика и экс-депутата Госдумы. Об этом и многом другом в программе «Гонки по вертикали». Поехали! Гонки по вертикали Вначале о выборах. Хотя вы скажете, ну какие выборы? Большая парламентская кампания завершилась осенью. До избирательного марафона в муниципалитетах еще полгода. Ну, между тем, я с вами соглашусь, все действительно так. Вместе с тем, подготовка к выборам уже стартовала. И минувшая неделя стала тому подтверждением. Псковские партийцы вошли в эту реку. Вот, скажем, перед главным псковским эсером, депутатом областного собрания Олегом Бричаком на минувшей неделе в Москве поставили задачу. На финиш кампании по выборам депутатов Псковской городской думы партию надо привести как минимум второй. Такую цель перед участниками семинара совещания «Справедливая Россия за правду» обозначил председатель партии Сергей Миронов. Я ставлю очень простую задачу. Мы должны занимать как минимум второе место. И если кто-то займет всего лишь третье, но при этом наберет более 15%, ругать не буду. На самом деле задача эта непростая. Я напомню, что по итогам прошлогодних выборов депутатов областного собрания «Справедливая Россия» стала третьей. Она набрала около 9% голосов, намного уступив коммунистам, которые стали вторыми, и лишь на доли процента опередив либерал-демократов. А те, ну то есть либерал-демократы и коммунисты, сейчас тоже готовятся. ЛДПР еще до Нового года отправила в Москву на согласование в центральные партийные органы предварительный список кандидатов. А накануне в Псковской области побывал депутат Государственной думы от ЛДПР, куратор нашего региона по партийной линии Сергей Леонов. Отмечу, что в статусе наблюдателя за Псковской областью он сменил экс-депутата Госдумы Антона Морозова, который теперь работает торговым представителем России в Польше. Так вот, Леонов приехал вместе с агитационным автобусом ЛДПР, проехал по региону и в Великих Луках в штабе местного отделения, встретился с координатором Псковского отделения партии, депутатом областного собрания Антоном Минаковым и Великолугским активом ЛДПР. Естественно, говорили о предстоящих в сентябре выборах. Тем временем псковские коммунисты провели заседание бюро обкома и семинар-совещание с участием руководителей райкомов и горкомов партии. Естественно, тоже обсуждали предстоящие в сентябре выборы депутатов Псковской и Великолугской городских дум, а также районных собраний депутатов. Заодно отметили победителей социалистического соревнования среди местных отделений партии. Круче всех тут Лакнянский райком, ведомый экс-главой района Валентина Акимовой, в призерах и Псковское отделение отметили на бюро и активную работу Великолугского комитета КПРФ во главе с экс-депутатом областного собрания Николаем Чувайловым. В общем, оппозиционные партии готовятся к выборам. При этом акцент они делают на крупнейших городах нашей области. Это вполне объяснимо. Как мы уже неоднократно отмечали, именно в крупнейших городах, в Пскове и в Великих Луках, у оппозиции есть шанс. Единая Россия здесь традиционно испытывает проблемы. В последние годы побеждать здесь ей все тяжелее. И я нисколько не сомневаюсь в том, что выборы в сентябре этого года тоже будут непростыми для Единой России. Гонки по вертикали Что до единороссов, то здесь прежде всего необходимо отметить громкие заявления и инициативы секретаря генсовета партии сенатора от Псковской области Андрея Турчака. В минувшую среду он предложил вооружить Донецкую и Луганскую народные республики. Это заявление активно обсуждалось. Наблюдатели задавались вопросом, почему выступил именно Андрей Турчак, что последует за этим и будет ли предложение реализовано, если да, то как скоро. В любом случае, какая судьба ждет это предложение, покажет время. Ну а другая инициатива Турчака получила на минувшей неделе поддержку и коллег по Совету Федерации и президента России, который подписал соответствующий документ. Речь идет о введении пожизненного наказания для педофилов, пока это касается нескольких категорий преступников, но не исключено, что в будущем закон станет еще более жестким. Я не могу, наверное, с этой трибуны об этом говорить, но я все равно скажу. Я бы вообще вел пожизненное заключение по первому совершению этого преступления. Коллеги, может быть, мы к этому придем. Спасибо. Андрей Анатольевич, при доработке еще этих предложений в ряде стран есть химическая кастрация. Я бы предложил физическую. Но, может быть, и это надо посмотреть, изучить опыт других государств и лишить их пожизненно. Во-первых, за решеткой должны сидеть, но и в этой части. К счастью, многие из них до суда не доживают. Инициативу Андрея Турчака сенаторы поддержали, причем единогласно. Отмечу, что это был один из центральных вопросов заседания. Кстати говоря, первое заседание в этом году. Оно открывало в целом весеннюю сессию работы Совета Федерации. Ну, а в завершение разговора о Сенате скажу о том, что на первом же заседании на трибуне можно было увидеть и другого нашего сенатора, Елену Бибикову. Естественно, она говорила о пенсиях. Ну, а также экс-председателя Комитета Псковской области по туризму и инвестициям Наталью Трунову. В статусе аудитора счетной палаты она докладывала о развитии Дальнего Востока. Гонки по вертикали. Из верхней палаты российского парламента перенесемся в Нижнюю, то есть в Государственную Думу. В ней Псковскую область уже второй срок представляет депутат-одномандатник, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. На минувшей неделе, если судить по его страницам в социальных сетях, он занимался следующим. И здесь я процитирую. На рабочей встрече с представителем Департамента международной кооперации Минпромторга России обсудили взаимодействие Комитета по промышленности и торговле с министерством. Или вот. Дискуссионная сессия безопасности и экономический суверенитет союзного государства Белоруссии и России. Общие приоритеты состоялось в режиме ВКС. С коллегами обсудили интеграционные процессы в экономической сфере. Я, как почитал, вспомнил песню времен своей юности. Ну, возможно, вы тоже вспомните эту композицию. Группа «Спорт» — есть там такие слова. На седьмой международной конференции в Гааге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Ну и так далее. А герой песни предпочел всем этим конференциям рыбалку. А я не поехал. Я купил моделя и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу. Закинешь удочку. Клеен. Вот и Александр Козловский после всех этих депутатских будней отправился, ну да, на рыбалку. Да еще и в компании со своим коллегой, депутатом Государственной Думы, а в прошлом чемпионом мира по боксу Николаем Валуевым. Ну а потом Александр Козловский выложил фото с этой рыбалки и написал. Мол, зимняя рыбалка самая интересная. Особенно если рыбачишь в компании друга. Наш улов весит почти 30 килограммов. Конец цитаты. И знаете, хорошо так зашло. Десятки тысяч просмотров, множество лайков и комментариев. Ну вот такую политику наш народ любит. Гонки по вертикали. Ну а тем временем в Псковской области приняты очередные ковид-ограничения. 30% сотрудников организации и учреждений должны быть отправлены на удаленку, а школьники так те уже на дистанционном обучении. Понятно, что причина принятых решений в динамике числа заболевших. За неделю уровень заболеваемости вырос на 40%. С другой стороны, региональные власти, в частности губернатор Михаил Ведерников, находят и повод для оптимизма. Есть и хорошие новости по этой теме. Впервые появились объективные, заслуживающие внимания оценки экспертов, что тема ковида все-таки близится к завершению. Ее высказал наш известный вирусолог, профессор Петр Михайлович Чумаков. По мнению Петра Михайловича, эта волна коронавируса будет очень острой, но может быть и последней такой силой. Число людей с антителами неуклонно растет, а сам вирус развивается в сторону уменьшения патогенности. Надежда возвращения к нормальной жизни есть. Впрочем, до светлого будущего без коронавируса еще дожить надо. Ну а пока в актуальной повестке вопрос, как со всеми вызовами и угрозами будет справляться наша система здравоохранения. Вот об этом, прежде всего, модернизации первичного звена говорили с председателем облздрава Мариной Гораченко, депутатой областного собрания. Парламентский час в рамках сессии прошел в минувший четверг. Из других политических вопросов сессии особо отмечу рассмотрение инициативы «Яблоко» о внесении федерального законопроекта об иностранных агентах. Она предусматривает исключение самого понятия и связанных с ним норм российского законодательства. Ранее аналогичные законопроекты были внесены депутатами от «Яблока» в Петербурге и Карелии. Они были отклонены большинством голосов депутатов. Та же судьба ожидаемо постигла и предложение, которое озвучивал псковский депутат «Яблочник» Артур Гайдук. За проголосовал только он сам. Представители системной оппозиции воздержались, а единороссы проголосовали против. Гонки по вертикали К другим темам. Прокурор Псковской области Иван Грибов впервые дал интервью радио «Эхо Москвы» в Пскове. В нем он подвел итоги работы за полтора года, проведенных в должности, рассказал о планах, обозначил формат взаимодействия со своими коллегами с силовиками и руководством Псковской области. Не называя конкретного имени, Иван Грибов сказал про некого работника регионального ведомства, который живет не по доходам и не исключил появление новых резонансных дел. А то, что нет больших пока посадок, ну, такое выражение у нас иногда употребляет, ну, будем работать, посмотрим. Будет фактура, будем привлекать. Здесь никаких у нас ограничений не существует. Такой я увидел эту неделю. На этом почти все. В заключение я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. По китайскому календарю это год тигра. Не то, чтобы я был какой-то фанат восточных календарей, просто такой удобный мостик перекинуться в Поднебесную, где буквально через несколько дней стартуют зимние Олимпийские игры. Как по мне, так это подходящий повод вспомнить о том, что 20 лет назад лыжник из острова Михаил Иванов в Солт-Лейк-Сити принес Псковской области первую и до сих пор единственную в истории нашего региона золотую Олимпийскую медаль. В дальнейшем Михаил Иванов был депутатом и Псковского областного собрания и Государственной думы, все последние годы он живет в Москве, работает под руководством своего тренера Александра Грушина, ведущим специалистом в инновационном центре Олимпийского комитета России. Главная задача центра – проведение прикладных научных исследований в сфере спорта, высших достижений и подготовки Олимпийского резерва. Ну, то есть Михаил Иванов имеет самое непосредственное отношение к подготовке нашей команды, за которую будем болеть в ближайшие дни. Вот теперь действительно все. Это были гонки по вертикали с Александром Савенко. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и помните, если вы не занимаетесь политикой, политика обязательно займется вами. Гонки по вертикали